Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня 1 апреля, и пока другие шутят и веселятся, некоторые снимают на видео свои аквариумы, чтобы показать, как прошел месяц после окончания борьбы с черной бородой. Напомню, из прошлых видео, по полтора месяца назад в этом аквариуме все было покрыто черной бородой. Потом была неделя лечения биоуглеродом, такой препарат на основе култарова ледкида. И вот теперь, через месяц, чекпоинт. Завистники на форумах говорили, 1 апреля твой аквариумы тронет в черной бороде, все будет из-за него подобно шкулевлой кошке. Вот посмотрим, как оно на самом деле сейчас выглядит. На самых старых листьях анубиасов еще видны черно-зеленые точки. В первое время такие зеленые язвочки появлялись и на стекла аквариума, потом пропали. Лист мазонского хинотороса погрыз голодный анциструс. Часть дохлой бороды с пельменным успехом поели сай и вельнахиелус. Иногда они тут упадаются. А в аквариуме подменяю по 20% воды 2-3 раза в неделю и упалим из-под крана. А если бы подмен не было, то может быть черная борода жила бы опять. Вот общий вид аквариума. Слева криптогалюна Танкинская. Надеюсь, будет еще куча и вырастет до самого верха. Между ней и амазонским хиноторосом, вот там, где около башни, рос еще апанагетон Бевианский, который, к сожалению, сгорел при атаке на черную бороду. Также сгорел апанагетон Живородящий, там, где внизу находится гурами сейчас. Надеюсь, грудь остались и клубни, и они еще прорастут. В остальном рождение вроде в порядке. Еще за прошедший месяц здесь пару раз металли сумики из Каляйли. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»